Габилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья откроет свои двери уже в первом квартале следующего года. Сейчас рабочие ведут сборку и установку мебели. Все строительно-монтажные и отделочные работы завершены. Центр рассчитан на 250 мест, из которых 100 для круглосуточного пребывания детей и их родителей. В год его услугами в общей сложности смогут воспользоваться порядка 3000 детей с инвалидностью. С подробностями Сарглана Захарова. 15 гектаров земельного участка строения общей площадью в 12 тысяч квадратных метров современный медико-реабилитационный блок. Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями здоровья в Якутске должен открыть свои двери уже в начале следующего года. На территории бывшего пионерлагеря «Сокол» по Серглянскому шоссе общая площадь составляет свыше 10 гектаров. Тут сосновый красивый бор полностью сохранен в первозданном виде. Строительно-монтажные и отделочные работы полностью завершены. Осталось установить мебель и оборудование. Так же, как сообщил Михаил Керемясов, в фонде будущих поколений изыскали дополнительные средства в размере 150 миллионов рублей на закупку высокотехнологичного оборудования. Его планируют получить уже в начале следующего года. Реабилитационный центр рассчитан на 250 мест. Из них 100 для круглосуточного пребывания детей и их родителей. На сегодня будут получать услуги стационарные. Это те граждане и дети, которые проживают за пределами города Якутска. Дневного пребывания – это в основном дети, проживающие в городе Якутске. Особая гордость – конюшня. В центре планируют проводить занятия для детей по верховой езде, так называемой ипотерапии. Именно для терапии с лошадьми около 30 соток конюшня на 3 стоила. Отметим, что в настоящее время в республике работают всего три реабилитационных центра в Нерюнгре и в Нюрбе. В то же время в Якутске и близлежащих районах проживают больше 3000 детей с инвалидностью, которые нуждаются в ежегодном лечении. В том числе и сын Людмилы Закировой. Еще два года ему поставили диагноз – аутизм. С тех пор им по нескольку раз в год приходится выезжать в другие города на реабилитацию. Наши особые дети, они к новой обстановке очень тяжело привыкают, адаптируются тяжело. А здесь нам удобно, мы очень рады, что здесь открывается центр. Уже в следующем году в центре планируют принять порядка 3000 детей, а в 2019-м охват составит уже более 3500. Это в полной мере обеспечит потребность республики в реабилитационной помощи.